Рада приветствовать всех, кто предпочитает к закрытию фондового рынка США подходить, вооружившись актуальной аналитикой. Свежий обзор уже готовы представить вашему вниманию наши эксперты. И в следующие несколько минут говорим о главных новостях. Торговый четверг стал третьим мажорным днем на Уолл-стрит. Корпоративные отчеты способствовали росту акций, но уже сегодня свежие итоговые показатели второго квартала могут все изменить. Фондовые индексы США к закрытию биржи в четверг подошли со следующими показателями. ДОО прибавил 0,51%, NASDAQ вырос на 1,4%, а S&P500 поднялся на 0,9% и вплотную подобрался к заветной высоте на 4 тысячи пунктов. Уже сегодняшний премаркет выглядит гораздо более минорным. Индексы торгуются разнонаправленно, семеня вокруг ранее достигнутых величин. Динамика также низкая от минус 0,18% до плюс 0,22%. Что же касается прогнозного диапазона движения котировок, то для S&P500 он очерчен в пределах значений 3940-4020. Сильные корпоративные отчеты Netflix и Tesla побудили инвесторов отбросить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста в Соединенных Штатах. Tesla подскочила на 10% после того, как превзошла ожидания по прибылям и выручке. American Airlines и United Airlines также отчитались в четверг, но их акции пострадали из-за заниженных прогнозов роста. Таким образом, S&P500 вырос почти на 10% по сравнению с июньским минимумом около 3600 пунктов. И сегодня вполне может проверить на прочность уровень в 4000 пунктов. Правда, в преддверии напряженной недели громких отчетов и июльского заседания ФРС вряд ли, конечно, котировка сможет долго задерживаться выше этого уровня. К тому же фонд для сегодняшних торгов не самый оптимистичный. Плохие квартальные результаты Snapchat и заморозка найма подорвали надежды на оптимистичный сезон корпоративных отчетов и возродили такие опасения по поводу замедления экономического роста. Акции Snap упали на 30% на премаркете, поскольку компания отказалась давать прогнозы и заявила, что рекордно высокой инфляции и растущая конкуренция наносят ущерб спросу на рекламу. Мрачные новости повлияли сразу на весь сегмент. Так, Twitter, который должен отчитываться сегодня, потерял 2,1%, прежде чем опубликовать свои квартальные результаты. Ценные бумаги Meta, которые публикуют свои показатели и прогнозы лишь на следующей неделе, в рамках сегодняшнего премаркета уже упал на 5,3%. Что касается акций других топов рынка, то Apple, Amazon, Tesla и Microsoft премаркет провели преимущественно в зеленой зоне и прибавили шагом от 0,02% до 1,5%. Кроме новых признаков того, что корпоративная Америка все же не так сильна, сегодня инвесторы будут оценивать и новые данные индекса деловой активности PMI. Более слабые показатели за июль рискуют вновь разжечь опасения по поводу надвигающейся рецессии. Учитывая, что уже на следующей неделе ФРС проведет свое заседание и примет решение по изменению ключевой ставки, нервозность будет повышенной. Что касается котировки индекса доллара USDX, то она сегодня успела восстановиться до 107 пунктов и снова снизиться. Актив консолидируется, набирается сил и, похоже, пока намеревается потоптаться во флете. Таким образом, прогнозный диапазон движения котировки очерчен в пределах уровней 106.30 и 107.20. Пока американец только ждет выхода свежих данных по индексу деловой активности производителей в Соединенных Штатах, сегодня его уже успели подпитать растущим страхом данные PMI еврозоны. Деловая активность в Германии неожиданно сократилась в июле. PMI упал до 49,2 пункта с 52 пункта в предыдущем месяце. Производственная активность во Франции также сократилась, а рост в секторе услуг замедлился в июле и зафиксировал предварительный опрос менеджеров по закупкам в пятницу. И это является еще одним признаком того, что вторая по величине экономика еврозоны может двигаться к рецессии. PMI упал до 49,6 пункта при прогнозе в 50,8 пункта. Что касается еврозоны, то индекс деловой активности тут сократился до 49,4 пункта в июле с 52 пункта, значительно ниже прогноза падения до 51 пункта. Отметим, что значение ниже 50 пунктов указывает на потенциальное сокращение экономики еврозоны в третьем квартале, поскольку деловая активность в июле пошла на убыль, а прогнозные индикаторы указывают на ухудшение ситуации в ближайшие месяцы. Все это довольно неплохо для безопасного доллара, но многое сегодня будет зависеть от данных по США. Тем временем долларовый дуэт американского и канадского продолжает двигаться в сторону укрепления луни. Большую часть дня актив провел ниже уровня 1,29. Что касается прогнозного диапазона движения для этой котировки, то он сегодня очерчен в пределах 1,2820 и 1,2910. Ослабление давления доллара США и общее охлаждение валютного рынка сегодня помогают канадскому доллару отыгрывать позиции. Кроме того, сырьевой рынок, который традиционно питает канадца, сегодня тоже восстанавливается после нескольких дней потерь. Инвесторы следят за проблемами предложения после того, как Джо Байдену не удалось добиться от арабских лидеров обещания увеличить объемы добычи нефти. Хотя сегодня стало известно, что национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о возобновлении добычи сырой нефти на нескольких месторождениях. На стоимость актива давит и растущий страх замедления мировой экономики. По крайней мере, должен был бы давить, но не сегодня. Котировки все же восстанавливаются. Нефть марки Brent подорожала на 0,83% до 104,64 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 0,48% до 96,85 доллара. Что касается криптовалютного рынка, то биткоин в четверг упал до 22,5 тысяч долларов на новостях от Tesla. Напомним, что компания продала 75% своих активов в биткоинах за наличные. Правда, это сообщение удручало рынок недолго. Исполнительный директор Tesla Илон Маск позднее высказал мнение, что продажа цифровой валюты номер один не была общим приговором к криптовалютам и никак не отражает его мнение или мнение компании о криптовалютах. На этом фоне биткоин немного восстановил рост. Уже сегодня цифровое золото забралось выше уровня в 23,200 долларов и явно нацеливается на ретест уровня в 24,100 долларов. Его преодоление откроет активы путь к 25 тысяч. В противном же случае биткоин может снова вернуться ниже отметки в 23 тысячи долларов. С такими новостями рынок подошел к закрытию недели. Помните, что уже после открытия торгов США инвесторы будут оценивать важные показатели по деловой активности. До тех пор подходите к открытию сделок взвешенно, и пусть на вашем счете прибудет. Всем удачных выходных и до новых встреч на нашем канале. Увидимся в понедельник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok